Итак, всем привет! Меня зовут Ксения, я директора по маркетингу агентства Click.ru и сегодня я расскажу вам, как использовать социальные медиа для продаж финансовых услуг и продуктов. Презентация у нас будет довольно большая, объемная и очень в основном сконцентрированная на практике. Поэтому давайте без лишних задержек перейдем сразу к делу. Прежде всего, план на сегодняшний день. Сначала мы немножко поговорим про социальные сети в общем, а затем разберем, как в каждой из социальных сетей настроить рекламную кампанию. И в конце немножечко поговорим про Twitter, как отдельно довольно специфическую социальную сеть, и немножко поговорим про эффективность рекламы в социальных сетях по сравнению с рекламой в других каналах, в частности в контексте. Что мы знаем про социальные сети сегодня? У нас есть ряд социальных сетей, как вы видите, это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Мой Мир, живой журнал, про который мы сегодня говорить не будем, а Инстаграм и Twitter. Ну, собственно говоря, это основные социальные сети, с которыми мы все сталкиваемся каждый день. Лидером среди них является ВКонтакте. Это данные, представленные на слайде от компании Brand Analytics и TMS. Соответственно, это достаточно актуарные данные за ноябрь 2015 года. И данные даны по всей России. Мы видим, что лидерами являются ВКонтакте, на стороне есть Одноклассники, ну и далее по выбыванию Фейсбук, Мой Мир, Инстаграм и Твиттер. Давайте поговорим про каждую социальную сеть подробно. Начнем с ВКонтакта. ВКонтакте наиболее популярная социальная сеть, в ней ежемесячно бывает более 46 миллионов человек, и в ней активных авторов около 18 миллионов. Соотношение полов примерно одинаковое, но все же есть небольшой уклон в женскую аудиторию. И, конечно же, эта социальная сеть в основном для молодых людей. На самом деле есть такой предрассудок о том, что в социальной сети ВКонтакте нет в принципе платежеспособной аудитории, что там только молодежь, и что размещать рекламу там нет смысла, поскольку подростки не имеют своих денег. На самом деле это не так, поскольку в социальной сети уже больше 10 лет. Вот те люди, которые были вместе с подростками, сейчас стали вполне себе зрелой и платежеспособной аудиторией. И в принципе на графике мы видим, что основной аудиторией является именно как молодежная аудитория от 18 до 24, так и этот средний самый платежеспособный плат людей 25-34 года. Что касается географии, здесь приведены данные по охвату социальной сети в каждом из регионов России. И вот если мы посмотрим на табличку справа, мы увидим, что наиболее охваченный регион это Санкт-Петербург. Так исторически сложилось, в принципе сейчас даже мейл.ру, в вере социальной сети ВКонтакте говорит о том, что в Санкт-Петербурге у этой сети более лучший охват. То есть вот смотрите, процент от населения данного региона, почти 30% населения Санкт-Петербурга так или иначе активно общается в ВКонтакте. Ну и соответственно далее Москва и другие регионы. В принципе эта социальная сеть, можно сказать, такая столичная. Сейчас мы увидим в чем разница и как она отличается от других социальных сетей. Далее у нас Инстаграм. Собственно такие же данные, кроме того, что мы не знаем, к сожалению, возраста пользователя Инстаграма, поскольку социальная сеть только еще недавно интегрировалась в Фейсбук. Фейсбук еще не дал каких-либо данных по возрасту авторов. Ну соответственно здесь самое основное отличие в том, что активных авторов практически столько же, сколько и ежемесячная аудитория. То есть здесь практически нет тех, кто сидит в социальной сети пассивно, то есть только читает. Здесь практически все так или иначе и пишут, то есть выкладывают фотографии и смотрят фотографии других судей. И конечно же надо отметить, что эта социальная сеть женская. 77% аудитории это женщины. По географии. Это социальная сеть очень столичная. То есть мы видим опять же хороший охват в Ленинградской области, мы видим хороший охват в Москве. Ну и на третьем месте почему-то Сахалин. Ну как бы вот так сложилось. Вся остальная Россия в принципе имеет умеренно небольшой охват, но он продолжает расти. И эта социальная сеть кажется мне сейчас наиболее перспективной. Фейсбук. Фейсбук традиционно воспринимается рекламодателем как очень интересная рекламная сеть. Такая социальная сеть, где сидят вроде как бизнесмены и солидные люди. Но на самом деле возможно так оно и есть. Может быть их концентрация там действительно высока. Но в целом эта социальная сеть отличается очень маленьким охватом. Мы видим слева цифры. Всего 1,4 млн активных авторов и всего 21 млн охвата по всей стране. Это довольно мало. По соотношению полов здесь примерно всяких бесед, но чуть-чуть было больше женщин. Ну и по возрасту конечно здесь действительно очень большой класс активной платежеспособной аудитории 24-35 лет. Что касается географии, то эта сеть сосредоточена в Москве. Мы видим, что по Москве и Санкт-Петербургу цифры достаточно небольшие, как и по другим регионам они вообще мизерные. Если сравнивать с охватом ВКонтакте, то здесь охвата практически нет. Но это не значит, что эта социальная сеть не интересна. Она интересна просто когда мы ее планируем, когда мы с ней работаем, мы всегда учитываем то, что она охватывает очень небольшой класс аудитории. Одноклассники. Одна из старейших, наверное, социальных сетей на нашем рынке. Мы видим здесь очень странный, нетипичный разброс между активными авторами и читающими общей аудиторией сети. Всего 1 млн 100 активных авторов, то есть практически столько же, сколько у нас было в Инстаграме. Ой, извините, не в Инстаграме, а в Фейсбуке и при этом намного больше охват ежемесячных 3,5 млн. Почему так происходит? На самом деле, когда Бранд Аналитикс проводил это исследование, у них даже был небольшой спор с руководством одноклассников по поводу этих цифр. Но, тем не менее, они посчитали эти цифры верными, руководство одноклассников с ними не согласилось и сказал, что процент активного аудитория у них намного больше. Но, тем не менее, мне кажется, эти цифры действительно недалеки. Правда, поскольку все-таки именно авторов постов в одноклассниках не так уж и много. В основном мы видим разные репосты, какие-то репосты других записей и так далее. То есть нельзя сказать, что человек действительно автор постов. Что касается возраста, здесь действительно больше возрастной аудитории. Мы видим очень большой пласт, больше 10% аудитории 55 и старше, чего нет в других социальных сетях. И здесь достаточно активен вот этот сегмент 35-54, что не может не радовать, потому что мы точно знаем, где нам найти аудиторию этого возраста. И для нас дают у нас есть специальные социальные сети. По соотношению полов преобладают женщины. Он достаточно приличный перекос. А по географии здесь совершенно иная картина, в отличие от того, что мы уже обсудили, это сеть региональная. Видите, здесь нет ни Москвы, ни Санкт-Петербурга, здесь в основном различные регионы. Активен Дальний Восток, активен Сибирский регион. И Майл.ру тоже говорит о том, что Одноклассники очень хороши для именно регионального охвата. То есть если вашему продукту нужно продвижение по всей России, обратите внимание на Одноклассники. И не только на них, а еще на Мой Мир. Чуть позже про него поговорим. Твиттер. Наверное, наименее популярны сейчас социальные сети, микроблоги. У них, в принципе, активных авторов, если обратить внимание, почти столько же, сколько Одноклассников. Но общий охват на сравнении меньше всего 7 миллионов, почти 8. Пробладающее количество мужчин, чего до этого не встречалось ни в одной социальной сети. Ну и, к сожалению, отсутствуют данные по возрасту. Что касается географического охвата, здесь опять-таки столичная история. Москва, Санкт-Петербург. Ну и Сибирский регион довольно активно себя проверяет. Но в целом сеть имеет крошечный охват. То есть мы видим в среднем по стране это 1,5%, максимум 1,5-2%. И последняя остальная сеть – это Мой Мир. Этот продукт относится к рекламной сети MyTarget. И запуская рекламу в MyTarget, о чем мы еще не поговорим, вы неминуемо запускаете рекламу в социальный сети Мой Мир. И так устроена их эта рекламная кабинет. Поэтому, так или иначе, вы все равно разместите здесь рекламу, даже если вы этого не хотите. Собственно, это довольно странная социальная сеть, потому что много раз я общалась с представителями Мой Мир. И они говорили о том, что она действительно активна, она хорошо посещаема в основном в регионах. И мы видим, в принципе, по профилю, по соотношению, она действительно очень похожа на одноклассники. То есть здесь действительно много авторов старшего возраста. Здесь есть, опять же, небольшой клон женщин. И здесь сугубо региональная история. То есть у Москвы всего 1% цифры охвата не сравнительно меньше, чем у одноклассников, но при этом тоже видно наибольшую активность именно в регионе. Наверное, именно поэтому, когда мы спрашиваем про социальную сеть Мой Мир, кто же в ней сидит, как правило, это люди, которых рядом с нами нет, то есть люди из других городов, с которыми у нас нет возможности пообщаться. Что касается возраста авторов, то самое, что, как правило, волнует рекламодателей, которые выбирают ту или иную социальную сеть. Если мы не смотрим на вкладку по My Journal, то есть смотрим только те социальные сети, которые мы с вами обсудили, можно заметить такую закономерность. Активный возраст 25-34 практически в каждой социальной сети составляет значительный процент, то есть больше трети. Ну, за исключением Мой Мир одноклассники, там вместе с более старшим возрастом все равно это наиболее активная аудитория. Ну, то есть, как бы мы не поддавались популярным заблуждениям, мы все равно видим то, что в каждой социальной сети действительно есть телевая аудитория, есть активная аудитория, есть платежеспособная аудитория. Нет такой социальной сети, где были бы, условно говоря, не подростки, или там одни из трети. Все социальные сети имеют очень разнообразную структуру, и все их нужно учитывать при планировании вашего продвижения в социальных сетях. Давайте теперь от сухой статистики перейдем к практике и поговорим о том, как можно настроить рекламу в системе MyTarget. Сегодня мы будем говорить с вами преимущественно о таргетированной рекламе и практически не будем говорить про SMM. Что я подразумеваю под SMM? Это когда вы видите группы, как-то их наполняете, привлекаете туда новых подписчиков, общаетесь с текущими клиентами. Вот это все как бы такая не слишком измеримая вещь. А я работаю с измеримой вещью, то есть с таргетированной рекламой, когда мы можем вложить определенную количество денег, получить отдачу, посчитать прибыль и так далее. Вот, собственно, про эти виды рекламы я вам сегодня расскажу. Начнем мы с самой большой и самой популярной системы в нашей стране. Это MyTarget. Система принадлежит Mail.ru и в нее входят Одноклассники, МойМир, также сеть сайтов и сеть сервисов Mail.ru. Давайте приступим. Чтобы начать рекламу в социальной сети, в любой из нам понадобится аккаунт в Mail.ru. Для этого мы захватываем на главную страницу Mail.ru и заводим почту. Я думаю, что у никого нет вопросов, как заводить почту. Все мы можем с этим справиться. Собственно говоря, как вы видите на слайде, почта уже заведена. После чего мы переходим с вами на сайт target.my.com, где очень быстро заводим рекламный кабинет. Говорим, что мы хотим сложить почту, которую мы только что создали. И Mail.ru создает нам рекламный кабинет. Вот на слайде представлен кабинет, в котором уже есть пару компаний, а у вас он просто будет пустым. Собственно говоря, чтобы стартовать, нам нужно нажать на голубую кнопку «Создать компанию», которая вы видите в левой части слайда. После чего нам предоставится выбор, что мы хотим прорекланировать. Это может быть сайт, игра, заметка. Это может быть группа, мобильное приложение или магазин. Давайте сейчас для упрощения мы с вами разберем вариант, что мы рекламируем сайт. Ну, это наиболее общий случай. Если у вас какие-то частные случаи, по аналогии с этим вы разберетесь, потому что администры выберут примерно одинаково, и задачи, которые вам предстоит выполнить, тоже очень однообразно. Итак, мы выбираем сайт. Mail.ru предоставляет на выбор, MyTarget предоставляет на выбор, какой именно формат мы хотим выбрать для нашей рекламы. Здесь на треншоте приведены все варианты, которые возможны для рекламы сайта. Это мультиформатное размещение, которое пришло на смену стандартному баннеру 1080.67. Это тизеры, которые все уже привыкли видеть, маленькие картинчики с текстом. Это мобильная реклама, как отдельный совершенно пласт. И это баннер в видео, довольно редкий вид размещения. А к нему представлены два варианта баннера 240 на 400, если он выполнил в HTML5 или выполнил в стандартном каком-нибудь сервисе и представляет собой на фонаре GIF или GPEG. Собственно говоря, из всех представленных вариантов вот те, что выделены серыми значками, размещаются в сети MyTarget. Видите, в скобках помечено, что к этому относятся. Одноклассники, MyInvest, сайты MyGuru и совсем скоро туда добавятся еще сторонние мобильные приложения. А два нежных варианта размещаются только в одноклассниках и на проектах MyGuru. Что такое проект MyGuru? Вот здесь представлен список. То есть это все те проекты, которые мы видим на главной сайте MyGuru. Почта, поиск, авто, афиши и так далее. То есть все эти вещи, которые собирают достаточно много трафика каждый день и могут предоставить довольно много показов в вашей рекламе. Какие варианты размещения я рекомендую? Прежде всего, это мультиформатное размещение. Видите, справа изображен баннер, как он будет выглядеть. Это его, ну, такой, скажем, более объемный вариант. Это как раз тот самый формат 1080-607, который будет представлен в ленте новостей пользователя. Это так называемый нативный формат рекламы. То есть он встраивается в ленту пользователя и не вызывает излишнего раздражения. То есть если вы удачно оформите этот пост, он может даже стать похожим на записи одного из друзей. И, соответственно, будет воспринять более лояльно, чем какой-либо баннер, который клинивается или забивает с собой контент. Тизер тоже достаточно популярный формат, но имеет намного ниже эффективность, чем у мультиформатного размещения. Давайте посмотрим, что же делать дальше. Предположим, мы выбрали с вами мультиформатное размещение. И дальше интерфейс предлагает нам создать объявление. Ну, здесь нет ничего сложного. Мы пишем заголовок, напишем текст, даем ссылку на наш сайт и, соответственно, загружаем два изображения. Маленькое для вот этого аватара, маленького юзерпика, который слева наверху размещается. И само большое изображение, сам баннер, он должен быть статичным, то есть, или JPEG, не такой универсальный формат, либо PNG. Ну и, соответственно, справа мы видим вид объявления в зависимости от рекламного места. Это классический вид в ленте. Если вы будете переключаться, вы увидите, как он будет выглядеть в качестве баннеров, в качестве тизера или в качестве строчки для мобильного приложения. Надо учитывать, что у нас может быть только один восклицательный знак, либо в заголовке, либо в тексте. И, соответственно, справа наверху мы еще видим такой планировщик, планировщик нашего охвата. Он нам показывает, сколько примерно человек на 7 дней могут увидеть нашу рекламу, при текущих настройках. Он у нас будет сопровождать все этапы создания рекламной кампании. Мы должны периодически подсматривать, чтобы цифра в нем не была слишком маленькой. То есть, если там вы видите вдруг меньше тысячи, значит, вы что-то настроили неверно. Надо расширять таргетинги. Ну, оптимально, если там будет 200-300-500 тысяч человек, это будет очень хороший охват, достаточно точный и при этом объемный. Поехали дальше. Дальше нам предлагают создать разметку объявлений. Разметка – это очень важная часть. Если вы привлекаете трафик на свой сайт, то наверняка на вашем сайте есть счетчики. Это могут быть Яндекс.Метрика, любые вы аналитики. И, соответственно, в этих счетчиках вы всегда можете проанализировать, какой именно трафик вам приходит. Для этого мы создаем UTM-метку. Если вы не знаете, что это такое, то вы можете набрать в любом браузере, в любом поисковике конфигуратор UTM и он поможет вам создать UTM-метку под ваш сайт. По сути, здесь вот в желтом окошке мы видим, как они выглядят. Если вы не хотите заморачиваться с UTM-метками и настраивать их вручную, вы можете всегда выбрать пункт «Автоматически». Тогда MyTarget сам подставит туда значение. В счетчике вы увидите под заголовком «Сурс» у вас будет написано «MyTarget», под заголовком «Компейн», название вашей компании, соответственно, которую вы зададите здесь. И под заголовком «Контент» будет ID баннера, то есть число, которое вы сможете легко сравнить с тем, что показывает вам MyTarget. Я советую добавлять вручную, но если вы не хотите заморачиваться хотя бы, поставьте автоматически, потому что совсем без меток вам будет тяжелее оценивать результаты своей работы. Идем дальше. Соответственно, дальше мы настраиваем таргетинги сцены демографические. Это самый простой. Пол, возраст. Выбираем тот интервал возраста, который вас интересует. Не забываем про такую штуку, что многие пользователи не указывают свой возраст или указывают возраст правильно. Например, пишут, что им 100 лет, 300 лет и так далее. То есть, соответственно, если мы пишем, ограничим возрастом 55, то определенная часть аудитории, которые указали, что им 100 лет, может быть, не слишком серьезная часть аудитории, но все же они могут быть покупателями, они могут потеряться. Поэтому, может быть, есть смысл создать на них отдельную рекламную кампанию, на этих учебников, у которых, возможно, есть деньги. Ниже нам предлагается установить возрастное ограничение. Это обязательно для любого информационного контента. Но, в принципе, не лишним будет ставить его вообще в любую рекламную кампанию, потому что, если вы вдруг не поставите там, где нужно, ваша кампания не пройдет модерация, вы потеряете время. Вам придется снова закружать кампанию, снова менять настройки, ставить их ограничения и опять отправлять на модерацию. Соответственно, просто потеря времени, лучше сразу поставить что-нибудь 12+, и не заморачиваться. Идем дальше. Таргетинг по дну рождения. Это довольно специфический таргетинг, наверное, в случае с финансами, он не всегда эффективен и, в принципе, он очень сильно сужается для его аудитории. Поскольку не каждый человек афиширует свой день рождения, а система берет данные именно с профилей людей, то мы будем иметь дело только с теми, кто прописал свой день рождения. Соответственно, таких людей может быть 50%, а может быть и меньше. Советую вам включать его только, если у вас действительно какой-то продукт, связанный с днем рождения пользователя. Дальше у нас есть такая вкладка, как аудиторию. Мы про нее поговорим чуть-чуть подробнее дальше. Сейчас вот там стоит такая забавная строчка, как «тычущие галоши», но я чуть позже объясню, что это значит. Таргетинг по интересам. Это, наверное, то самое классическое, что используют все, что первый раз настраивает рекламу в социальных сетях. Здесь представлена масса интересов, и они собираются, исходя из поведения пользователей в интернете, то есть анализирующие локонки, исходя из посещенных сайтов и исходя из тех интересов, которые он прописал у себя в социальной сети, в страничке где-нибудь. Что касается финансов, я себе даже заготовила небольшую подсказку. У нас есть категории интересов, например, автокредиты, банковские услуги, онлайн-банкинг, кредитные карты, микрозаймы, вклады, депозиты, ипотека, электронные деньги, кредиты для бизнеса и так далее. То есть, в принципе, если вы занимаетесь именно финансовыми услугами, у вас всегда есть возможность выбрать категорию интересов, которые соответствуют вашему продукту. Но такой таргетинг не всегда удачен. Вот таргетинг по аудиториям может быть для вас намного лучше. И я рекомендую всегда делать отдельные компании. Одну завести на таргетинг по интересам, посмотреть на ее результативность, другую завести на таргетинг по аудиториям. Это мы сейчас еще научимся. И проверить ее результативность. И впоследствии оставить ту компанию, которая показывает лучший результат. Дальше. Таргетинг по телезрителям. Довольно новый, еще не слишком опробованный таргетинг, который также сильно сужает царевую аудиторию. Соответственно, не могу предположить ситуацию, когда бы он вам был экстренно нужен. Здесь видно, что мы можем выбрать тех, кто часто смотрит телевизор, или тех, кто и говорит, смотрит. Честно говоря, я ни разу не использую его в практике, и даже не подозревая, какую пользу он может принести. Таргетинг по образованию, по занятости. Тоже такие вещи. Если вам очень принципиально это, то ограничивайте. Но помните, что все эти вещи, они не безусловно. То есть мы не можем сказать, что 100% аудиторию социальной сети дали о себе эти данные. Соответственно, как только вы ставите какой-то таргетинг, а у аудитории данных нет, то автоматически ваша аудитория сужается. Чем уже аудитория, тем меньше шансов у вас получить достаточное количество телевого графика. Соответственно, все экзотические таргеты используете только тогда, когда у вас есть необходимость именно в этом таргете. Семейный статус. Браки, полоски. Ну, как бы, достаточно классические вещи. И таргетинг по доходу, который очень много приводит. Мой письменный восторг. На самом деле, служат аудиторию просто беспощадно. Майл.ру говорит о том, что они берут эти данные из ваших режимов на проекте Headhunter. Не так давно он принадлежал Майл.ру. И все данные из ваших режимов. Например, вы ищете работу с оплатом, скажем, в 50 тысяч рублей. Соответственно, ваш текущий доход должен быть где-то в этих границах. Данные из вашего резюме сопоставляются с ID, с вашим ID в социальной сети. И, соответственно, вот таким образом осуществляется таргетинг. Есть множество резюме, где доход на этаже, а также есть множество людей, у которых нет резюме на Headhunter. Ну и, соответственно, этот таргетинг не всегда эффективен. И, в принципе, я, честно говоря, не советую. А, география. Ну, здесь достаточно классическая вещь. Мы просто выбираем те регионы, которые для нас актуальны. Подсказки. Россия, Москва, Санкт-Петербург, Украина и так далее. Либо конкретные регионы. Все спецы разворачиваются. Можно выбрать вплоть до области или до конкретного города в некоторых случаях. Временной таргетинг. Когда показывать рекламу? Это очень важно учитывать, особенно если у вас есть клиентское обслуживание, которое работает не круглосуточно. Круглосуточно рекламу могут показывать интернет-магазины, у которых есть, например, корзины. Им не важно, в какое время суток произойдет покупка, так как практически все оформляется автоматически. Оператор свяжется с пользователем на утро. Если вам необходимо личное общение или срочный звонок пользователю, или пользователь должен прийти, скажем, в отделение банка в определенное время, то логично показывать рекламу именно тогда, когда вы работаете. Потому что может случиться такое, что пользователь видит вашу рекламу, звонит вам, а вы недоступны, потому что у вас уже закончился рабочий день. Не факт, что он позвонит второй раз. Поэтому лучше не пусковать и ограничить рекламу именно тем временем, когда реклама актуальна. И советую вам ставить галочки, учитывать праздничные дни, потому что, например, в случае с майскими праздниками это гораздо проще. Не всегда вспомнить, что надо выключить или включить рекламу. Поставил галочку, и она крутится, и может как-то не беспокоиться. Ну, собственно, настройка практически подходит к концу. Осталось самое важное вещь сделать. Это выбрать, за что вам будем платить. За клики или за показы я рекомендую на первых парах всегда вам ставить только клики. Это проще контролировать, это даст вам более четкий расход, который вы сможете осознать. По показам вы можете очень быстро сеть деньги и даже не понять, какой результат вы получили. Ограничение бюджета. У нас есть минимум, который дает система. Это 500 рублей в день на одну рекламную кампанию. Ниже этого не получится спуститься. Но если у нас есть общий бюджет, например, 5000 рублей и несколько рекламных кампаний, мы можем не ограничивать бюджет в день, и тогда будет активно крутиться та компания, в которой более эффективные показатели. И аукционные стратегии, что мы можем выбрать. Это либо минимальное число показов, либо фиксированная ставка, либо минимальный расход. Почти все стратегии так или иначе эффективны. Но я рекомендую вам на первых порах ставить максимальное число показов или кликов. Ну, если мы выбираем клики, соответственно, это будет клик. Платформа будет тогда изменять вашу ставку так, чтобы обеспечить вам максимальное количество кликов, то есть по итогу клик вам будет выходить немного дешевле, чем вы ставите в системе. Собственно, выбор ставки. Ну, для начала выбираем бюджет, равномерно или быстро откручиваем. Рекомендую ставить равномерно, потому что, если вдруг вы выбираете ставку, а у вас будет стать быстрая открутка, вы можете даже не заметить, как быстро спишутся ваши деньги. То есть, это буквально может быть в течение полуминуты, минуты, и у нас и ваших 200 тысяч на счету уже нет. То есть, здесь нужно все контролировать, во-первых, ставить ставку, граница эффективна, ближе к минимальному значению и выбирать равномерную открутку. Изначально система рекомендует вам ставку, исходя из некого среднего сетяра. То есть, сетяр это вообще один из ключевых показателей рекламы. Сетяр это крикабельность ваших баннеров. То есть, изначально система не знает, насколько ваши баннеры крикабельны, и поэтому она предполагает сетяр самый низкий, какой только бывает. Ну вот, не самый низкий, но вот примерно от низкого до среднего. Соответственно, когда вы начинаете получать настоящий кликер и у вас набирает настоящий сетяр, то ставка может снижаться, а может повышаться в зависимости от того, насколько хорош ваш баннер. Соответственно, здесь вы будете постоянно видеть изменения ставки. Ставка будет меняться в зависимости от времени дня, в зависимости от дня недели, в зависимости от выбора баннера и так далее. И, естественно, она будет зависеть еще от конкуренции в вашем сегменте. Поэтому ставку придется контролировать довольно часто. И настроить, уйти и забыть, скорее всего, не получится. Но поначалу мы ставим минимальный, выбираем минимальную цифру из оптимального режима. То есть из вот этого зеленой полоски, которая отображена на сайте, выбираем то, что самое-самое минимум, при котором компания начнет крутиться. Можно выбрать и в желтом диапазоне, вот здесь просто не видно, но он часто бывает. Но в этом случае вы рискуете сначала не дополучать показы, лучше выбрать в желемом диапазоне и потом ее снижать. Ну, собственно, даем компании название и сохраняем ее. Несколько советов, как нам не слить деньги. Необходимо разделять компании по таргетингам, которые находятся в разных ценовых сегментах. Что это значит? Прежде всего, не надо включить логическое мышление и представить. То есть, например, у нас есть все крупные города, есть и небольшие регионы. Как правило, в крупных городах у нас больше на аудитории мы видели это в начале презентации, а в отдельных регионах аудитории меньше. Соответственно, каждый крик в большом городе, где выше конкуренция, нам обходится дороже. Поэтому логично крупные города выделять в отдельные рекламные компании и группировать небольшие регионы в другие рекламные компании, выпустить параллельно. И потом, было бы неплохо делать разные компании по соцдему. Если у вас нет никакого другого таргетинга, например, интересов, еще чего-то, то вы можете запускать классический видом. Вы просто создаете рекламные компании на разной возрастной категории. Например, одну компанию 25-34, то вы выберете 5-45 и так далее. И по каждой рекламной компании, спустя, скажем, 2-3 дня оцениваете результат, используясь статистикой в вашем аккаунте. Там вам покажут, какой именно возраст дал больше количества клипов, какой именно пол дал больше количества клипов. Если мы видим, что, например, в каком-то возрасте люди совсем не кликают, мы можем этот возраст исключить. И так далее оптимизировать рекламную компанию до тех пор, пока мы не будем получать клики при отличном сетяре. Это даст вам низкую ставку и, возможно, это даст нам более эффективные покупки, больше покупок на сайте заявок или звонков. Советую выделять в отдельной компании мобильный график. Сейчас, правда, с текущими настройками системы, с мультиформатным особенно, это невозможно. Но в тех форматах, где вы можете выделить мобильный график, лучше выведите в отдельную компанию. Отдельно следите за ставкой. А поскольку она меняется, как я уже говорила, и каждый день, и каждую неделю, и несколько раз в день, заходите в компанию чаще, смотрите, что у вас происходит. Может, в какой-то момент вы начинаете переплачивать, тогда ставку можно снизить. Или вы видите, что ваша ставка вдруг попала в золотую зону, и компания не выбирает кликов, тогда есть смысл ее повысить. Но учтите, что система работает довольно хитро. Практически всегда она будет стараться немножечко повышать, провоцировать вас на повышение ставки. Здесь надо смотреть, насколько вот это повышение не идет в разрез с вашими планами по стоимости клика. То есть, например, если система, скажем, заламывает цены, то есть, может быть, смысл как-то разверить рекламную компанию, сделать из одной или две, например, и тогда получим более адекватную оценку. Здесь как бы достаточно творческая работа, и надо следить за своими рекламными компаниями, пытаться понять логику системы, того, как она назначает цены. И еще один важный совет – это необходимо заменять или отключать баннеры, которые получают низкий CTR. А низкий CTR – это ниже 0,02%, 0,02%. Если у вас есть такие баннеры в рекламной компании, то лучше их отключить или заменить, потому что они будут вам портить общую картину аккаунта, общую картину рекламной компании и занижать CTR средний по рекламной компании, из-за чего вы будете переплачивать за каждый клик. Аудитория. То, о чем я обещала рассказать, достаточно интересная и важная вещь. Прежде всего, в раздел аудитории входит ретаргетинг. Классический ретаргетинг – это возврат тех посетителей, которые уже были на нашем сайте. То есть, кто-то пришел, посмотрел что-то про наши продукты, после чего ушел и не припинял никаких активных действий. Мы решили, что фону можем его вернуть и покажем ему рекламу повторно, либо покажем ему какую-нибудь специальную рекламу именно для тех, кто уже знаком с нашими продуктами. Как же нам создать эту рекламную кампанию по ретаргетингу? Мы заходим во вкладку «Аудитория», видите, она выберена наверху. Мы кликнем по слову «Top mail.ru», чтобы создать наш счетчик. Попадаем на сайт рейтинга mail.ru. Слева видим такую желтую строчку «Зарегистрирует новый сайт». Кликнем туда. Там мы попадаем на короткую анкету, где нужно ввести название сайта, адрес ресурса, ваш mail и пароль с подтверждением. Выбрать, открытая статистика или нет, мне больше нравится – нет, но здесь ничего не делится. И участие в рейтинге, да нет, тоже совершенно не так повлияет. Соглашаемся с аксессионным соглашением и получаем ID-щетчика. Вот, собственно, на этой странице у вас будет аналогично, и вам нужно скопировать вот этот номер ID, который выделен в стрелочке. Так как номер мы вводим в поле «Добавление счетчика». Собственно, только что мы были там, это у нас остается в соседней вкладке. Мы вводим туда этот ID и отправляем запрос на «Добавление». После того, как счетчик добавлен, он у нас появляется в списке счетчиков чуть ниже от поля ввода. После чего мы можем нажать на кнопку «Создать аудиторию» в самом низу, выходя на стрелку, и попасть вот на такую страничку. Здесь мы видим, собственно говоря, созданный у меня счетчик. Он называется «Click.ru». Там видим рядом ID. Можно сравнить, что это именно тот самый счетчик. Я выбираю вариант «Достигнута ли цель. Да», потому что наша цель – это посещение сайта. Как видите, на слайде написано «Посетили сайта», «Галочка». Выбираем, что цель достигнута, и выбираем период ретаргетинга. То есть, в течение какого периода мы будем отлавливать пользователей, которые захочут. То есть, например, если я зашла сегодня, то в течение 60 дней реклама может меня преследовать. Ну, я рекомендую ставить где-то дней 30. Наверное, это оптимально. Но здесь многое зависит от вашего продукта. То есть, если вы, например, знаете, что принятие решения у вас дольше, то, наверное, есть смысл увеличить срок ретаргетинга. То есть, например, очевидно, что люди разные принимают решения, например, о ипотеке или о посетительной карте. Это будут разные по времени варианты. Поэтому здесь регулируйте срок с обстоятельностью сходя из вашего продукта. Ниже мы оставляем все как действие, застегиваем хотя бы одно условие и расширяем охват на другие устройства пользователя. Потому что если пользователь посмотрел, что это с сайта, то почему бы нам не показать ему рекламу на его мобильный? Здесь все, например, зайдет в приложение Одноклассники. Ну и пишем создать аудиторию. Собственно, помните, когда мы настраивали кампанию, там у нас была вкладка аудитории, где у нас был высок прогалоши. Вот именно там появится наша аудитория, которую мы назвали, предположим, ретаргетинг. И, собственно говоря, на том шаге вы можете ее подключить, просто выбрать ее с помощью заложки. Другие варианты создания аудитории не менее интересны. Это, например, очень полезная штука, список ключевых слов. Если мы добавляем в рекламную кампанию ключевые слова, то это делает нашу рекламную кампанию немножечко контекстнее. То есть MyTarget будет учитывать исковый запрос пользователей, который он вводил в исковую систему Mail.ru. Конечно, писковик Mail.ru не самый популярный, прямо скажем, в России, но, тем не менее, люди там ищут, и мы можем использовать это, потому что это нам совершенно не стоит никаких лишних людей. Мы берем инструмент Wordstat, который представлен в Яндекс.Директе, и смотрим те поисковые запросы, которые относятся к нашему бренду или к нашему продукту. Выбираем любые, поскольку здесь частотность вообще никакой роли не играет и никак не влияет на стоимость. То есть мы выбираем все высокочасторные, которые нас интересуют, среднечасторные, ну, может быть, низкочасторные не обязательно, но, в общем, выбираем абсолютно все, что нам приглянулось. Помещаем это в отдельный кайфт-файл. Обязательно сюда добавить расследователь, он мне тогда идет только что любит. Когда такой файл будет готов, мы просто добавляем его сюда, вот здесь список ключевых запросов, добавим, загружаем этот список, и он у нас появляется ниже. После чего мы снова жмем на кнопочку «Создать аудиторию», выбираем наш список ключевых запросов, называем эту аудиторию соответствующим образом, и она попадает туда же, где уже есть наша аудитория по ретаргетелю. То есть тот самый список, и мы можем подключить ее к той же компании, а можем к отдельной, и лучше всего к отдельной. Еще варианты. Мы можем загрузить отдельный список пользователей, если мы знаем их ID. ID у нас могут быть как в Одноклассниках, так в ВКонтакте, так и в моем мире. А также, помимо этого, если у вас есть CRM-система, вы можете выгрузить оттуда списки, например, телефонов, номеров, или имейлов, или для владельцев мобильных устройств, ID-шники разные. Но сейчас мы об этом не будем говорить. Проще всего про именно ID пользователей в социальной сети. Где же их берут? То есть, ну, как бы вручную собирать просто невозможно долго, поэтому, естественно, есть специальные решения для этого. В частности, для Одноклассников есть два решения. Это сегмента target.ru, это платный фарсинг Одноклассников. Одноклассников. И папернинджер тоже платный, но, соответственно, мы видим, что цены достаточно умеренные, и, как минимум, попробовать хотя бы один или два совершенно точно стоит. Потому что с помощью этих парсеров мы можем собрать аудиторию гораздо более широким настройками, чем это предполагает сам MyTarget. Соответственно, когда вы попадете на эти сайты, вы достаточно просто разберетесь, что к чему там, все очень элементарно. Вы создаете списки аудиторий по вашим определенным запросам. Например, вы можете выбрать там только мужчин из Москвы, которые, да, там, в ближайшее время не дождели. Или там женщины из Ставрополя, которые интересуются ипотекой и так далее. То есть, в принципе, возможности достаточно широки, но все же для Одноклассников они немного хуже, чем для ВКонтакте. По поводу этого мы это говорим. Ну и довольно важная штука – это модерация. Ваше объявление после того, как вы создали рекламную кампанию, удобно модерацию. И она будет длиться от нескольких часов до одного рабочего дня. Иногда бывает чуть подольше. Здесь важно заранее соберечься правила, чтобы не попадать в просадку, не терять время на повторную амбурацию. Есть определенные запрещенные категории, если не перечислены на слайде. Есть некоторые вели деятельности, для которых доступ с ограничениями. Собственно говоря, в финансовых услугах – это какие должны быть ограничения. Прежде всего, вы должны указать на файде, на баннере, извините, на именование юрлица. То есть, написать ваше ООО, или там ИП, или что ОАО ваше. Ваша реклама не должна содержать каких-то гарантий. То есть, гарантий доходности или гарантий какого-то результата. И она не должна умалчивать о каких-то существенных показателях, там, скажем, условиях кредита, или, например, там, процентной ставки и так далее. То есть, в принципе, эти требования не отличаются от требований закона, но, быть может быть, чуть-чуть подробнее в данном случае. То есть, я думаю, что если вы имеете в виду ставки, или это касалось финансовых услуг, то вы знаете, что именно нужно указать на слайде. То есть, процентную ставку, здесь мелкий шрифт добавить обязательно. Здесь это тоже актуально. Вот. Если у вас есть форма заявки на вашей посадочной странице или на вашем сайте, то после нее обязательно нужно добавить чекбоксы для согласия со сбором персональных данных. Просто ставим галочку, согласен с тем, что мои данные отправляются по такой-то. Изображения на слайдах обязательно, на баннерах, простите, должны быть контрастными. Текст должен быть грамотным. И не стоит перебора в пунктах использовать. Тут много специальных знаков нельзя. Многоточие много тоже не стоит. И большие буквы, маленькие буквы капсулок. Это тоже все как бы в рамках нормы. Не перебирать. Текст должен занимать не больше 50% под общей площадь изображения. То есть, если вы делаете баннер, в котором уже висит текст, следите, чтобы пропорции не изменяли. А вы не имеете права использовать персонажей, на которых у вас нет авторских прав. То есть, мы не можем, конечно, использовать чисто знаменитых людей. И мы не можем использовать каких-нибудь там, ну скажем, мультипляционных персонажей или героев сериалов. Скорее всего, модерация не вернет в это дело. Ну и все подробные правила вы можете прочитать. На MyTarget в несу приведена ссылочка, которая поможет вам сориентироваться в модерации. Вот. Собственно, с MyTarget мы разобрались. Давайте отвечать на вопросы. Я вот вижу, у меня есть еще один вопрос. Так. Скажите, можно ли ретаргетинг делать из какого-либо раздела сайта или страницы? Да, можно. В частности, когда вы получаете ID счетчика, я упустила этот важный момент, действительно. Собственно, сам счетчик, там действительно вам дается код счетчика, вы можете поставить не на весь сайт, а только на отдельной его части. И тогда вы будете делать возврат только с тех сторон, где указан счетчик. А если счетчика на нем, на них нет, соответственно, трафик оттуда учитывайте не будет. Может быть, какие-то еще есть вопросы пока? Ну, собственно, ладно, вопросов нет. Если что, пишите после следующей части, я на них тоже могу ответить. Следующая часть у нас посвящена рекламе ВКонтакте. Здесь, собственно, мы тоже будем разбираться с настройками примерно в таком же ключе. Какая реклама, в принципе, возможна ВКонтакте? То есть, это могут быть какие-то посты в популярных группах. Это целый вид рекламы, который существует там уже очень давно. И вне зависимости от желания администрации ВКонтакте. То есть, в данном случае, когда вы приходите в эту группу, знакомитесь с админом, общаетесь и говорите, разместите мой пост. Но мы с вами будем говорить про официальные методы. Сейчас есть официальная биржа, которая позволяет размещать посты, но это немножко другого качества реклама. Мы с вами поговорим по прежнему про каргетированную рекламу. Каргетированная реклама может быть в вебе или в мобайле. Соответственно, в мобайле мы можем рекламировать мобильные приложения. И эта возможность представлена в MyTarget, про который мы только что поговорили. Также мобильные приложения можно рекламировать с помощью промо-постов в мобильной ленте. И большие возможности в вебе. То есть, реклама в группе, промо-пост в ленте, приложение ВКонтакте, видео или сайт. Ну, то есть, практически аналогичные возможности с MyTarget, кроме вот разве что рекламы мобильных приложений. Как выглядит реклама ВКонтакте? Вот здесь на картинке представлен промо-пост. То есть, здесь есть, во-первых, несколько точек для клика. У нас есть верхняя стрелка, показывает нам, что если мы накликнем, мы попадем в группу. Ну, в данном случае, например, это Knorr. Соответственно, мы попадем в группу Knorr. Если мы кликнем в середину поста на одну из картинок, у нас откроется пост для подробного просмотра. Здесь будет три картинки, текст, какие-то теги мы видим. И, соответственно, у нас есть ссылка на сайт, она отмечена при этой стрелочке. Находится под картинками, достаточно незаметно, к сожалению. Вот. Но сам по себе пост выглядит очень приятно. Он также располагается в ленте новостей, но при этом его видят даже те, кто не подписан на группу. Соответственно, если вдруг у вас есть группа, этот формат для вас будет приоритетным. А еще один формат – это классический ТТБ, то есть текстово-графический блок, абитизер, его очень называют по-другому. Он размещается в блоке под меню слева и только в вебе. В мобильном размещении такой рекламы нет. Стандартный размер картинки – это 90 на 65, но сейчас, как мы знаем, ВКонтакте обновляет дизайн. И там это будет 145 на 65 или 145 на 165. В принципе, мало что изменилось, честно говоря. По-прежнему, как была маленькая картинка, так маленькая картинка и остается. И небольшой адвенцией. Собственно говоря, как нам возвести рекламу ВКонтакте. И вот у нас есть предположен аккаунт и есть две ссылки, как мы можем попасть в рекламный кабинет. Это либо слева, если это стандартный вид, либо снизу. Если мы на какой-то странице, где мы можем перестать до самого низу, там есть вкладка рекламы. Заходим туда. У нас, предположим, рекламного кабинета нет. Мы видим надпись про это. Жмем на слово «здесь», чтобы создать новый рекламный кабинет. Обратите внимание, что слева выбрано именно положение «таргетинг», потому что реклама в сообществе – это из другой области. Мы сейчас будем разговаривать. И мы видим. Собственно, после того, как мы создали рекламный кабинет, нам предлагается выбрать, что мы хотим рекламировать. Здесь я вам расскажу про запись в сообществе. Но на самом деле нет большой разницы между записью в сообществе и рекламным внешним сайтом. В конце я дам буквально три слайда по поводу того, чем реклама на внешний сайт отличается от рекламы на запись в сообществе. В принципе, настройки очень похожи. Если мы хотим рекламировать запись в сообществе, предполагается, что у нас уже есть некое сообщество. Логично. Соответственно, мы выбираем ту запись, которую мы хотим рекламировать, открываем ее и копируем ссылку, которая у нас выделена наверху. Эту ссылку мы помещаем вот сюда вниз в поле и нажимаем кнопку «Продолжить». Очень важное замечание, что ваша группа должна быть не менее 300 подписчиков. По слухам, на прошлой неделе вроде бы проскакивала новость о том, что это правило будет отменено или уже отменено. Но, к сожалению, я пока не успею удостовериться в том, действительно ли они уже отменяли это правило. Но, скорее всего, в ближайшее время это уже не актуально. После чего мы попадаем в рекламный кабинет, в настройку рекламной кампании, которая чем-то одаренно напоминает то, что мы сейчас уже с вами обсудили по MyTarget. Соответственно, мы видим наш рекламный пост, и мы видим определенный набор настроек. На первом этапе, в принципе, ничего особенно важного нет. Это мы должны выбрать тематику объявления, разделы подразделы. Это все нужно для статистики в контакте, практически никак не влияет на результат размещения. Мы должны выбрать возрастную маркировку. Это то, о чем мы с вами говорили. 12+, 16+, и так далее. В принципе, здесь ничего особо важного. Далее у нас идут уже какие-то классические таргетинги. Начнем с географии. Здесь практически то же самое, что в MyTarget, но в контакте предлагают нам более точные географические таргетинги. Это может очень круто работать, а может и не работать вовсе. Здесь зависит от того, как правильно вы это настроите. Учтите, что более узкий таргетинг всегда будет квалифицированным. То есть, если вы настроили город, там, страну Россию, настроили город Москва, а потом настроили станцию метро, подложим Динамо, соответственно, у них будет рекламный архитект, кто живет на Динамо. А предыдущие два таргетинга, как бы, у них будет учительница. Ну и, соответственно, так же с улицами или с районами. Этот таргетинг может быть очень интересен тем, кому нужна узконаправленная такая местечковая реклама, скажем. Очень часто у нас из клиентов этим пользуются словно красоты, которые хотят охватить соседние районы, улицы, ближайшие бизнес-центры. Те, ну, например, какие-то компании общепейка. То есть те, кто географически привязан к определенному месту и охват именно по этому месту ему интереснее всего. Но, к сожалению, такой таргетинг довольно быстро выгорает. То есть здесь нужно очень часто иметь баннеры, играть чаще, чем в обычной рекламной кампании. Чем армия это делать раз в неделю, а то и, может быть, раз в 5-6 дней. И внимательно следите за CTR-ом, поскольку мы имеем дело с очень веркательной аудиторией, то, соответственно, CTR может очень быстро падать, поскольку охвата недостаточно. Но такая возможность все равно очень интересна, особенно если у вас действительно есть какая-то географическая привязка. Таргетинги по демографии. Ну, здесь та же самая история, что и в моей таргете. По возрасту, день рождения, сегодня-завтра и в течение недели семейное положение. Здесь используйте классические формулировки, которые предлагают вконтакте. Например, все сложно. Ну, или там, холст, женат и так далее. Опять же, не забываем про тех самых ребят, которые, несмотря на соотношительный возраст 80 лет, все еще сняли вконтакте. Естественно, я имею в виду тех, кто не указал свой реальный возраст. Они достаточно много. И, возможно, есть смысл, вверхами с отдельными компаниями. А дальше идет таргетинг по интересным. Таргетинг именно вконтакте учитывает поля, которые заполнил пользователь своей анкеты. То есть здесь уже не используются данные сторонних сайтов, не используются куки, а используется именно то, что заполнил пользователь, и справа написано, что именно. То есть деятельность, студия, музыка, книги, патриар. Ну, соответственно, мы можем выбрать более широкие категории интересов, а можем вводить интересы вручную. Вот здесь, в данный момент, на слайде введены интересы вручную. То есть просто берем, начинаем писать. Мода, и он показывает нам список похожих интересов. Но мы можем выбрать более широкие категории, что даст нам больший охват, но не лишнюю точность. Соответственно, мы можем таргетироваться на отдельные сообщества. Есть ограничения, если не шло, есть не более 40 сообществ. Но это ограничение можно обойти, используя парсинг. Соответственно, сообщества актуальны тогда, когда нам нужен таргетинг на людей с определенными интересами. Например, наверное, не каждая женщина, которая воспитывает детей, будет ставить в строке интересы воспитания ребенка. Но она может быть подписана на тематические группы, и это как бы выдает ее интерес. Соответственно, мы можем выбрать те сообщества, которые отвечают нашим требованиям. Можем исключить какие-то сообщества, например, свое, или, например, какие-то конкуренты сообщества, если это актуально. Конечно же, среди сообществ мы можем выбрать группу конкурентов и попробовать показывать рекламу только из подписчиков. Мы можем выбрать приложение и сайт, но, к сожалению, этот таргетинг работает очень плохо. Например, вот, я специально себе выписал данные по сообществу. Если мы выбираем, например, сайт Forbes.ru, достаточно популярный сайт, вы, наверное, знаете, какой у него охват, сколько людей его читает ежедневно, а контакт предлагает нам таргетинг на одного участника. Собственно, если мы выбираем приложение Forbes Rush iPhone, в котором тоже немало человека, но очень активный, то весь контакт немного более щедрый предлагает нам 390 участников. Я думаю, что это абсолютно не актуально. То есть даже по другим популярным сайтам не удалось найти тех сайтов, которые бы давали бы хороший охват. Поэтому я считаю, что данный таргетинг пока должным образом не работает. Но, соответственно, мировоззрение – это вообще что-то уже такое специфическое. То есть мы можем таргетироваться на атомистов или на христиан, но, быть может, для кого-то это актуальный таргетинг. Ну, соответственно, если у нас какой-то продукт для путешественников, достаточно поставить даже галочку «Путешественники» и контакт сам вычислить тех, кто часто входит в свой аккаунт из разных IP, меняя географическое положение. Идем дальше. Образование и работа. Та же самая история, как и с «Май Таргетом». Сильно сужаются ли в аудиторию, рекомендую использовать только тогда, когда это действительно нужно. Ну и, собственно, что касается должности, опять же, если человек указал должность в своем профиле, тогда мы сможем на него попасть. Если он и не указал, но при этом все является тэп-менеджером, мы об этом, к сожалению, не узнаем. Дополнительные параметры. Здесь как раз та самая интересная история, как с «Май Таргетом» с дополнительными аудиториями. Здесь мы можем подобрать группы ретаргетинга, то есть создать такой же ретаргетинг, как мы только что обсуждали в «Май Таргете». А можем подобрать эти группы с помощью парсеров или любыми другими способами. Сейчас я вам расскажу поподробнее. Ну, ниже таргетинг на устройстве операционной системы. Я думаю, здесь ничего особенного объяснять не нужно. Средоточимся на первых двух полях. Например, группы ретаргетинга и за исключением. То есть у нас есть ретаргетинг и анти-ретаргетинг. То есть обратный ретаргетинг, когда мы исключаем тех людей, предположим, тех, кто был на нашем сайте, и все время мы повторно показывали рекламу. Такой вариант тоже может быть. Как нам создать такую группу? У нас слева есть кнопка, как она называется, ретаргетинг. Мы на нее нажимаем и попадаем вот сюда. Пока здесь нет ни одной группы. Соответственно, мы крепим на кнопку «Создать группу». Нам предлагают два варианта создания группы. То есть либо мы можем установить код на сайт, это правый вариант, либо мы можем загрузить группу из файла. Это то самое, с чем нам помогают работать парсеры. Если мы загружаем код на сайт, соответственно, мы вводим уру, мы ставим данные по автоудалению пользователей практически то же самое, сколько пользователей будет находиться в нашей базе. Логично через месяц, два, три, его субчатки удалять. Хотя можно на самом деле оставить его там навсегда. Либо, если мы говорим про левый вариант, то тут предлагают погрузить из файла .txt список, например, айвишников, или список телефонов, или список имейл-адресов. Здесь, в принципе, маленьким шрифтом написано все то, что мы можем сделать. Да, как правило, здесь актуальны всего именно айвишники. Где нам их брать? Здесь список намного шире. То есть если для одноклассников у нас было всего два сервиса, то здесь их намного больше. Здесь есть как несколько бесплатных сервисов, на которых можно потренироваться, так и платные, и хорошо зарекомендовавшие себя. То есть лично от себя. Как бы не хочется делать кому-то конкретно рекламы, но мне кажется, наиболее широкие настройки имеют серебро и, наверное, сегмента таргет. Я, честно скажу, ни Paper Ninja, ни GetTarget я не пользовался, хотя, в принципе, по настройкам, по интерфейсу они очень похожи. Что касается серебра, то опыт работы достаточно большой, у них есть много обучающих материалов, и, в принципе, работать с их системой достаточно просто. Единственное, что это занимает определенное время, потому что любой парсинг – это, ну, как минимум, два-три часа кропорливой работы. Собственно говоря, если мы создали аудиторию на сайте, то она начнет набираться в список постепенно. То есть если мы планировали рекламную кампанию, лучше нам настроить аудиторию заранее. Если мы берем аудиторию из какого-то парсера, то, естественно, доброется там мгновенно. То есть мы создаем файл .t, выгружаем его в интерфейс, и уже через буквально пять минут, вот здесь, где стоит красная стрелочка, у нас появится та цифра, которая отражает размер нашей аудитории. Ну, собственно говоря, мы даем определенное название, и можем впоследствии использовать ее для настройки рекламных кампаний. Есть, ну, собственно, этот слайд мы уже с вами видели. Мы можем создать отдельную группу резаргизинга. То есть если мы, например, здесь мы вообще не ограничены никак, то есть мы можем создавать разные коды под разные страницы сайта. Это к ключевому вопросу тоже. Вконтакте это сделать еще проще. То есть мы просто создаем, например, один код, мы знаем его корзина, ставим его на страницу корзины. Мы создаем отдельный код, там, например, заказ оформленный, ставим его только на эту страницу и так далее. И, соответственно, здесь еще проще. Мы можем какие-то группы включить, а какие-то исключить. И таким образом управлять рекламу только на тех, кто, например, положил товар в корзину, но не совершил заказ и так далее. То есть здесь, в принципе, надо очень гибко работать со исключениями и желательно использовать разные компании. То есть если у вас компания на ретаргетинг направлена, то лучше никаких других таргетингов туда уже не добавлять, потому что вы можете, опять же, слишком сузить целевую аудиторию, когда у вас общий таргетинг, наложите на ваших высококвишников, и система запутается, и, скорее всего, вы просто получите очень маленький охват. Что касается стоимости. Если мы говорим про промо-пост, а мы сейчас говорим именно про него, то у нас есть вариант только тысяч показов. Это, конечно, немножко менее понятно, чем клик, хотя, в принципе, в интернете это основа осмотра. То есть, в принципе, в интернете все продается за показы, даже если вам кажется, что это продается за клики или за действия. Ну, здесь, собственно говоря, нам прогнозатор показывает какую-то стоимость за тысячу показов, которую он рекомендует. Я рекомендую сразу уменьшить ее минимум в два раза, а можно даже в три, потому что показатель, который он выдает, опять же, основан на минимальном сети арт. Практически всегда за один день вам удается этот сети арт превысить, соответственно, ваша стоимость получится намного ниже. Если вы ставите такую ставку, как вам рекомендует прогнозатор, то, возможно, вы отдадите контакт и часть денег лишних. Можно немножко сэкономить. А из площадок мы можем выбрать все. Можно выбрать отдельно веб, отдельно мобайл или, собственно говоря, связку. Ограничение показов на человека 1, 2, 3, 5, 10, 10, 20. Я рекомендую где-то в серединочке ставить, то есть 5-10 показов на человека, наверное, оптимально для остальной сети, потому что если он не кликнул, то, конечно, ему неинтересно. Если мы будем слишком много показывать с одного человека, мы снизим показатели качества. У нас уходит в сетях. Если слишком мало, то мы рискуем остаться незамеченным. А внизу просто название нашей компании. И вот те самые различия. Если мы хотим рекламировать внешний сайт, то у нас будет, прежде всего, различие в формате. То есть вместо большого мультиформата вот этого большого поста у нас будет тизер 90 на 65. Соответственно, если мы выбираем большое изображение или эксклюзивный формат, просто будет увеличиваться размер изображения и уменьшаться количество текста. Я рекомендую, наверное, использовать 90 на 65, потому что самый распространенный и самый дешевый из этих трех. Его хочется использовать. Выпишем заголовок, описание, загружаем в свое изображение. Ну и, собственно говоря, здесь нам уже дают выбор оплатить за клик или оплатить за показы. По показам мы уже с вами разобрались. Если мы платим за клики, то, собственно говоря, то же самое. И здесь мы можем ограничивать еще до 100 показов для человека, но не можем задавать чисто буквы. В прошлый раз рекомендую вам всегда ограничивать, потому что чем меньше будет показов для человека, тем эффективнее будет рекламная компания. Что же выбирать нам в этом случае в CPM или CPC, стоимость за 1000 показов или стоимость за клик? Давайте попробуем разобраться. Здесь несколько формул, в которых самым важным является показатель CTR. Вот здесь мы делим в жирном, это 0,02%, 0,02%, который используется в обеих примерах. Если мы берем CPM 50 рублей, то контакт изначально учитывает некий средний минимальный CTR, вот, предположим, будет как раз 0,02. Соответственно, при таком раскладе мы получаем стоимость 5 рублей за клик, путем нехитрых альфметических вычислений. То же самое, если мы с вами ставим CPC 5 рублей, то путем нехитрых вычислений только в обратную сторону мы получим с вами CPM 50 рублей. То есть, вот, на первый взгляд, кажется, что разницы никакой нет. Но на самом деле здесь вся разница именно в CTR. В том, насколько вы можете на него влиять. Вот внизу я привела такие средние по больнице показатели CTR. То есть, если у вас CTR больше, чем полпроцента, даже больше, чем 1,5%, это очень хорошо. А CTR в тизерах, особенно CTR подведение, существует часть крайне редко, и это просто редкая удача. Нормальный CTR, это где-то 0,5%. Если ниже, чем этот показатель, то, возможно, стоит заменить баннер, потому что вы начнете переплачивать. Собственно говоря, когда и что использовать. То есть, если у нас есть возможность настроить точный таргетик, то есть, например, использовать те самые парсинговые базы, то есть смысл поковыряться с системой, потому что там вы сможете действительно получить очень и очень низкие показатели стройности за клип. Но в этом случае за рекламой придется следить просто неусыдно. То есть, это не просто один раз в день зайти и проверить, как там, а это прямо весь день посвятить этой рекламе, следить за ней каждые 5 минут и смотреть, как меняются показатели. Тогда действительно этим пользуются арбитражники, например, мы можем получить просто фантастические цены и очень хорошую эффективность. Но это будет просто неуем таких какого-то запрак по сравнению с компанией по CPC, где вы можете поставить ту стоимость клика, которая вас устраивает, но, к сожалению, она будет в районе 15-30 рублей и более низкую стоимость будет получать довольно трудно. Собственно говоря, такие рекомендации от ОСПМ разумно используются в каких-то дешевых тематиках, ну, что я имею в виду, дешевыми, какие-то будущие товары, там, скажем, покупка, там, версии часов, там, ремней, сумок и так далее. И, может быть, даже мини-коммерческие какие-то тематики, может быть, привлечение подписчиков, там, или скачивания контента или все что-то. Там, где низкая конкуренция и там, где у вас есть четкая текущая аудитория, которую вы можете подобрать с помощью парсинга. То есть, у вас есть характеристики вашей аудитории, вы знаете ее пол, возраст, вы знаете то, что ее увлечение, и тогда вы сможете подобрать такой парсинг, который поможет вам очень четко попасть туда, и получится у вас достаточно высокий CTR. Собственно, это нестандартный подход и контроль за компанией 24 на 7, как я уже говорила. Если мы выбираем CPC, то это не может больше возможностей в плане свободного времени. Это для коммерческих тематик хорошо подходит, для средней или высокой конкуренции, и если у вас такая слива аудитория, которую вы не можете четко определить. Например, мы все используем CPC в рекламных компаниях по недвижимости, потому что недвижимость покупают, ну, грубо говоря, все. то есть нельзя выбирать женщин от 25 до 30, которые покупают в недвижимость. Скорее всего, тут требуется более широкий и стандартный подход. Тогда вот именно такой случай, и, соответственно, больше времени у нас будет свободного для того, чтобы следить за компанией. Собственно говоря, еще пару слов про модерацию. Здесь все то же самое практически, то есть очень важна грамотность, очень важно, чтобы изображение было контрастным, потому что если будете использовать светлые тона, белый фон, модерация может завернуть ваше объявление. Текст точно так же не более 50%. Запрещенные категории перечислены. Я думаю, что здесь вопросов не может быть, то есть в принципе все очень логично. Есть еще некоторые вещи, которые запрещено рекламировать, в том числе те, что запрещены законом, но помимо этого еще политику, еще очень под большим вопросом трагический контент и различные насилия, жестокость и то, что может быть интерпретировано таким образом. И есть определенные ограничения, если мы рекламируем сайты знакомств, интереи, лекарствовать, таргетингом 17+, всякие такие сравнительные вещи типа астрологов, сайтов знакомств, на усмотрение администрации, то есть если группа администрации убедит в этом какую-то и дал тематику, то у вас могут завернуть. И соответственно во всем, где закон требует дисклеймеры, тоже обязательно ставить дисклеймеры, по умолчанию администрации их нет, то есть как правило здесь происходит все так, вы отправляете рекламу на модерацию, вам ее заворачивают и после чего пишут добавьте дисклеймер и открывают вам возможность его добавить, то есть зеленую галочку, где надо поставить, что имеется противопоказание или вообще что-нибудь из этого. Собственно говоря, все, давайте теперь вопросы по ВКонтакту. Возможен ли таргетинг на основе неуказанных интересов, а на основе того, что пользователь смотрит лайк? ВКонтакте, к сожалению, пока такого нет, то есть мы можем использовать посвенные вещи типа тех же интересов по группам, собирать это с помощью парсинга, но все равно так или иначе парсинг ориентируется только на те показатели, которые есть в профиле пользователя, то есть тут куки не учитываются, посещение сторонних сайтов тоже не учитываются. Рекомендуете как найти таргетировать представителей малого и среднего бизнеса предпринимателей? Хороший вопрос, на самом деле эта проблема очень многих волнует. Ну, что здесь можно порекомендовать? Наверное, сделать несколько рекламных кампаний, прежде чего попробовать собрать с помощью парсинга тех, кто интересуется так или иначе предпринимательством, кто интересуется частным бизнесом, может быть бух учетом аудита, может быть какими-то сопровождающими бизнес вещами, то есть попробовать найти их по каким-то косвенным показателям. Второй вариант это попробовать поискать по должностям, потому что бывает, что индивидуальные предприниматели как раз-таки афишируют свое положение или владельцы бизнеса невозможные пишут. Скорее всего охват будет небольшой, но попробуйте лучше использовать несколько разных подходов и посмотреть какой из них лучше сработает, потому что какой-то определенный четкий подход здесь вряд ли будет один, то есть надо пробовать разные вещи. Интересно, в чем прибыль бесплатных групп базов. Большая часть бесплатных парсеров сделаны просто теми, кто не очень хочет платить платным базам и просто сказали типа ну вот вам сделали ограниченный функционал, пожалуйста пользуйтесь, у нас здесь всего там из 15 вариантов два, но а то бесплатно. То есть они как правило все бесплатные базы, они все ограничены по объему и по возможности. Николай спрашивает почему контактная информация под запретом? Я совсем поняла этот вопрос. Какой контактной информации будет ключ? Николай, может быть поясните глаберацию? Так, сейчас вернемся. А, вот наверное вы имейте ввиду А, контактная информация в объявлении. Да, на самом деле этот пункт так же как указание на возраст и имя пользователя появился в правилах совсем недавно, но при этом например сама рекламная сеть ВКонтакте очень часто этот запрет нарушает. Например, недавно все наверное видели рекламу от Мескафе, которая обращалась к вам по имени, что запрещено правилами, но при этом когда мы спрашивали руководства у контакта, они сказали, что здесь у них была особо договоренность в смысле и им разрешили таким образом вот таргетироваться именно по именам. По сути, парсеры нам позволяют собирать контактную информацию, но это будет только имя, то есть мы, например, можем отобрать в контакте там всех Маш или всех Свет, всех Наташ, и раньше мы могли бы на них таргетировать рекламу и делать ее более эффективной за счет личного обращения, но теперь, видите, это запрещено, с чем это связано, толком, честно говоря, не объясняется. В какой сети больше предпринимателей? Ну, довольно сложно понять, но, честно говоря, я бы начала с Фейсбука, мы сейчас как раз поговорим про Фейсбук, наверное, по структуре аудитории больше предпринимателей именно там. Вот. Суни против, я включусь, А то, что-то темновато стало. Вот. Здесь. Здесь меня по-прежнему видно. Давайте продолжим. У нас впереди еще половина работы. На самом деле, чуть меньше. Фейсбук и Инстаграм. Собственно говоря, Фейсбук и Инстаграм это у нас одна система. То есть, когда говорят, давайте размещать рекламу в Инстаграм, так и иначе нам все будет размещать рекламу через интерфейс Фейсбука. Поскольку Фейсбук и Инстаграм не так давно помню. Год с чем-то прошел. Собственно, Инстаграм является всего лишь одним из плейсментов, то есть, место размещения рекламы. Всего в Фейсбуке есть несколько вариантов. Вот здесь на слайде не перечислены. Это лента новостей вебе, это лента новостей в мобайле, это правая колонка, сеть аудитории и Инстаграм. Это все возможности, которые предоставляют на Фейсбук. Слева у нас выделены варианты, что мы можем рекламировать и как. Возможности, на самом деле, немерено. И все бы ничего, если бы это все работало хорошо в России. То есть, возможно, в США или Европе эти карты не все работают безупречно, но, к сожалению, ситуация немножко отличается. Но, тем не менее, Фейсбук все равно остается очень интересной социальной сетью, в которой у нас есть действительно уникальные возможности, которых нет в других социальных сетях. При создании рекламной кампании у нас есть несколько вариантов. и мы сегодня поговорим про то, как перенаправлять людей на веб-сайт, ну, или охватить людей рядом с вашей компанией. По сути, это одно и то же, но во втором случае вам будет предоставлена возможность использовать киевиографический торгетинг, такой же, как мы обсуждали с вами в ВКонтакте, то есть, когда вы можете ограничить по дне улицы или определенного радиуса, например, 5 километров вокруг определенной точки. Как выглядит реклама в Фейсбуке, в Инстаграм? Слева вы видите типичный пост в Инстаграме, то есть, это некое рекламное сообщение, баннер. Ниже может быть текст, как обычно это в Инстаграме происходит, это подпись. На этом баннере может содержаться текст в самой картинке, но из него должно быть не больше 20%. Справа вы видите типичный пост в Фейсбуке, именно так он выглядит в ленте пользователя. И чуть позже мы разберем, у него тоже есть 3 разных вида кликов. Ну, собственно говоря, и там, и там реклама достаточно привлекательна за счет большого процента отведенного под картинку и это, несомненно, привлекает внимание. Как запустить рекламу? Для того, чтобы запустить рекламу, у нас тоже есть такая кнопочка наверху, где у нас в Фейсбуке такой треугольничек в правой верхней части, там у нас есть возможность создать рекламный кабинет. Собственно, как только мы нажимаем туда, нам предлагают выбрать цели продвижения. Это то, что мы видели на два слайда раньше. Вот они все слева. Что мы хотим сделать. Следуем дальше подсказкам. Там, на самом деле, все очень просто, поэтому я не стала делать отдельные слайды по этим вопросам. Я думаю, что любой человек может разобраться. по сути, при создании рекламного кабинета нам надо реально все пролистать, создать такую рекламную кампанию, к которой мы не будем запускать, просто чтобы создать сам кабинет, чтобы подвязать карточку, и чтобы потом у нас было время нормально в нем поковыряться и подумать о том, что нам нужно. Потому что сразу, с первого шага не всегда получается правильно настроить, бывает нужно что-то еще дополнительно сделать, а потом вернуть уже к настроям. Поэтому я рекомендую сначала создать что-нибудь, что вы потом удалите, чтобы у вас просто появился рекламный кабинет и у вас была возможность хотя бы с вопросом оплаты распределиться. Вопрос оплаты в Фейсбук очень важен. Во-первых, Фейсбук официально не работает с юридическими лицами в России. У них есть партнеры, например, компания и Таргет, которая представляет Фейсбук официально. Вы через них можете работать с предоставлением документов. Также вы можете работать с любой рекламной действия, например, через клик. Собственно говоря, тогда у вас будет возможность получать закрывающие документы, счета и так далее. А в остальных случаях вы вынуждены работать через карточку или PayPal. Карточка может быть любая, но я не рекомендую использовать вам виртуальные карты, потому что они все хуже воспринимаются Фейсбуком и вас могут забанить. А если ваш аккаунт забанили, то восстановить его шансов практически нет, поскольку вся поддержка сидит где угодно, только не в России и адекватную помощь получить в короткий срок невозможно. У меня были случаи, когда Фейсбук отвечал мне на вопрос три недели. За такой срок вопрос уже перестает быть актуальным. Соответственно, лучше делать сразу все правильно, чтобы аккаунт не забанили. Соответственно, мы привязываем реальную нормальную карточку, визу или мастер-карт, или привязываем PayPal, к которому все очень привязана нормальная карточка, после чего Фейсбук останется нами доволен, у нас там определенный лимит кредитный на работу. Что такое кредитный лимит? У вас будет определенное количество рублей или долларов, в зависимости от того, какого-то вы создадите, на то, чтобы их потратить. Поначалу это будет очень небольшая сумма, например, 7 долларов или это валюта в рублях, потом, чуть позже, чем больше вы будете тратить денег в Фейсбуке, тем больше будет ваш лимит. То есть впоследствии как правило может доходить до 30 тысяч рублей, которые вы можете тратить в кредиты и оплачивать по мере того, как они набегут в вашем аккаунте. Но просто такие специфические работы надо иметь в виду, то, что у всех остальных социальных сетях вы сначала берете деньги на счет, потом их оплачиваете и их тратите на рекламную компанию. Ну, собственно говоря, мы завели рекламный кабинет, давайте разберемся немножко с таргетингами. Есть в Фейсбуке такие таргетинги, которые в России не работают. Здесь, как бы, чтобы не имитаться сильно по админке, я сразу выделила те таргетинги, которые работают. это такие классические географии со всем интересной связи, то есть связь с вашей страницей, если пользователь ее подписан на нее, лайкнул, она ему нравится, или, например, он не подписан на нее. Это поведенческие таргетинги, перечисленные в спокрах имени, которые работают в России. Это язык, семейное положение, образование, должности, но не все, частично. это родители общая категория, то есть есть еще родители детей определенного возраста, вот это не работает, и с какие-то события жизни, скажем, помолвка, свадьба и так далее. Это таргетинги, которые используются только в Facebook, каналов, например, у контакта нету. Ни событий жизни, ни некоторых художественных таргетингов грудис на сети нам не дают. Соответственно, есть таргетинги, которые не работают, и стоит их учитывать, потому что к сожалению, при их выборе у вас не будет никакой реакции вообще, то есть ваша компания либо будет очень мягко крутиться за счет того, что практически нет охвата, либо просто вы получите какие-то предельные цифры по стоимости. Собственно, я думаю, что у вас у всех будет презентация, вы сможете подробно разобраться с этим списком и сравнить его с тем, что вы видите при настройке рекламной компании. Давайте перейдем к самим настройкам. Когда мы заводим плавную компанию, у нас точно так же, как и в MyTarget, и в других плавных сетках справа есть прогнозатор. Он показывает нам то, что мы уже выбрали. Здесь еще такая штука типа спидометра, которая показывает нам охват, насколько наша аудитория широк или узкая. как правило, конечно, хорошо бы всегда сохранять устрелку в зеленой зоне, потому что если она упадет в красную зону, то, вероятнее всего, охват будет слишком низкий, слишком маленький, и вы не получите адекватных результатов. Собственно говоря, здесь мы сразу перешли к тому шагу, то есть название выбрали, цель выбрали. Здесь мы настроим аудиторию. У нас сверху есть индивидуально настроенная аудитория. Это то же самое, что у нас было в ВКонтакте. Тогда мы можем добавить ретаргетинг. Facebook позволяет нам создать пиксель, который представляет собой точно такой же код, который мы вставляем в наш сайт и начинаем получать оттуда данные. То есть здесь все абсолютно идентичны контакты, просто код называется пиксель. Единственное, что, если вы вдруг планируете вести кампании на нескольких разных сайтах, то, к сожалению, для одного аккаунта в Facebook вы можете создать только один пиксель. И это ужасно, это очень неудобно, но, к сожалению, пока только так. То есть Facebook не предполагает того, что даже у одного предпринимателя может быть несколько разных сайтов, и он не хотел бы объединять их аудиторию. Но вот в этом случае как бы один пиксель, один сайт. Вы можете сделать, исключить аудиторию, но в случае как мы обсуждали с контактом, с разными страницами, такая штука стоит, что здесь подработает, просто потому, что у вас только один пиксель не позволяет вам выбирать страницу. Далее мы настраиваем географию, то есть точно так же мы можем выбрать Москву или исключить что-то, то есть есть как позитивный таргет, так и отрицательный таргет, и негативный, потому что мы исключаем какие-то географические области более широкой области. Мы настраиваем возраст языки. Такой настройки у нас не было в предыдущих сетях, но это связано с тем, что Facebook международная сеть, и мы можем таргетировать на другую страну или на какой-то язык. Зачастую таргетинг на язык интереснее, чем таргетинг на географию, особенно если вы не привязаны к географическому области, например, часто пользуются разработчики мобильных приложений, рассчитаны на всю русскоязычную аудиторию. Дальше у нас следуют поведенческие таргетинги. Здесь, если мы открываем список, мы видим подсказки, которые нам дают Facebook, и здесь есть очень много тех самых неработающих аудиокатегорий, про которые мы говорили вчера. Видите, здесь на слайде я отобразирую как раз слиншот, который говорит нам про бейсбол, про крики, про регби, то есть те вещи, которые не слишком актуальны для российской аудитории, и даже если вы их выберете, справа вы увидите довольно большую цифру, которая вам совершенно ни о чем не скажет. Все это дается в разрезе по США, и так можно спросить, к сожалению. Я советую во все вот эти категории поведенческие интересы вводить все вручную. То есть, например, берем клавиатуру и пишем то, что нам интересно, а он нам подсказки дает из того, что у него есть, и там желательно выбирать именно то, что более-менее применимо к России. То есть, если у нас есть список поведенческих таргетингов на слайде выше, то мы используем только их. Если речь идет про интересы, собственно, вот здесь на слайде интересы, то лучше вводить их вручную. И, опять же, да, то, что я уже сказала, не обращайте внимания на точную цифру охвата, потому что она без учета географии выбранная. связи. Что такое связи? То есть, мы здесь можем добавить людей, которым нравится ваша страница или которым она не нравится. И, что самое логичное, что я рекомендую делать, это всегда исключать людей, которым уже нравится ваша страница, чтобы не пройти на неделю, потому что они, в принципе, как-то за вашей аудиторией. А связи с приложениями, с мероприятиями тоже работают, и, соответственно, если у вас есть какое-то мероприятие, которое вы создавали на Facebook, и вы можете исключить аудиторию, которая там уже участвует. Или какие-то другие развороты, комбинации. Но здесь, на самом деле, самое классическое, это просто исключать тех людей, кто своим уже знаком, и далее с этим аргитурем не работает. Соответственно, настройки бюджета мы видим слева. мы ограничиваем дневной бюджет или бюджет на всю рекламную кампанию. Здесь, наверное, удобнее работать на дневной бюджет, но если мы ставим бюджет на всю рекламную кампанию, то мы можем выбрать временные таргетинги. В случае дневного бюджета Facebook нам этого сделать не позволит. Временные таргетинги, я имею в виду, что мы сможем показывать рекламу утром, днем, вечером, по часам, вот эти вещи, и отключать ее на выходные автоматически, вот это все работает только тогда, когда у нас есть бюджет на всю рекламную кампанию. Собственно, это настраивается в следующей графе в расписании. По умолчанию там всегда будет стоять, показывать беспрерывно, начиная с сегодняшнего дня. Мы можем установить даты начала и окончания, но без временного таргетинга. Справа мы видим, что теперь у нас идет отдельно приблизительный охват в Фейсбуке, приблизительный охват в Инстаграме. Как правило, там все цифры разные, и следует обращать внимание на то, чтобы они были слишком уж маленькими, но здесь, конечно, те показатели, которые я давала для Май Таргета, не актуальны, потому что здесь, как мы помним из первой части презентации, совершенно другой охват, намного меньше людей, и это тоже следует учитывать, то есть, в принципе, вот те цифры, которые даже сейчас выделены на слайд, они вполне достаточно для того, чтобы начать рекламную кампанию. Как мы можем оптимизировать рекламную кампанию? Здесь, здесь, отдельный слайд, сейчас мы вернемся по предыдущим слайдам. Мы можем оптимизировать по кликам, по показам или по охвату. Я рекомендую выбирать клики, еще не так давно, буквально в прошлом году. Это означало, что с вас все равно будут брать деньги за показы, даже несмотря на то, что написано клики, но здесь ниже мелким шрифтом с тобой было написано, что это речь идет именно про оптимизацию по кликам, а не по оплату, а не об оплате за клик. Теперь же все переменилось, к счастью, теперь действительно Facebook берет деньги с нас именно за клики. То есть, теперь можно не задевать голову этими показами и выбирать клики по ссылке на ваш веб-сайт. Собственно говоря, возвращаемся обратно, видим, что в графе когда вы платите и в оптимизации там и там у нас стоит клик. Это самый лучший вариант. Планирование рекламы по графику и то, что мы обсудили, то есть, как удобно, если вам удобно планировать по графику, можете его настроить. И тип доставки обычно не ускорено, это то же самое, что было в MyTarget, и лучше выбирать обычный тип доставки. Что такое рекламный пост и куда можно кликать? Вот то, что мы обсудили с вами, что мы можем теперь платить за клики, но у нас есть три вида кликов на рекламный пост. Можно накликнуть на отметку «Мне нравится». Это правый верхний угол. Можно кликнуть на название страницы. А можно кликнуть на кнопку внизу, например, если там на связи с нами, вы видите на сайт или все то, что вы там записали по вашему желанию. И платить мы будем только за клик по кнопке. Ну, собственно, на сайте видно, да? То есть, первые два клика это так называемые социальные клики, мы будем получить бесплатно. То есть, если мы не продвигаем нашу страницу, а именно ведем на веб-сайт, то Facebook фактически дарит нам эти клики, не учитывая их в статистике по оплате. Далее нам нужно выбрать форматы. У Facebook форматы меняются на фоне чуть ли не каждый месяц, то есть, можно постоянно обновлять вебинар. Каждый раз я вам расскажу что-нибудь новенькое. Ну, вот то, что актуально на последние буквально две недели, это одно изображение или видео, или короче изображение в одном объявлении. Я думаю, что если вы были на Facebook, вы и такие форматы уже видели. Ну, и, соответственно, у нас есть варианты. Если у нас изображение, мы можем его загрузить из своего компьютера, или мы можем его загрузить с Shutterstock, который по умолчанию подключил к Facebook. Это очень удобно. Изображение при этом бесплатно, то есть Facebook сам как-то разбирается по финансовой части с Shutterstock'ом, но, конечно же, там достаточно избитые изображения, те самые, которые мы видим каждый день с различными там людьми рисующими графики или еще чем-то. Но, на самом деле, если у вас вообще нет никаких вариантов, то лучше взять оттуда профессиональное изображение, чем, ну, может быть, что-то у нас просто рисовать не слишком красиво. Собственно говоря, дальше, после того, как мы подобрали с вами изображение, нам предлагается выбрать плейсменты. В правой части экрана вы увидите, что, раз эти плейсменты, которые я вначале перечислила, у нас включены стоят галочки, но если я нажму кнопку «Удалить», соответственно, Facebook отключится этот плейсмент. Я рекомендую вам удалять правую колонку на ПК. Сейчас это в самом низу слайда. Почему? Этот плейсмент самый бестолковый. Он, во-первых, у вас будет отнимать деньги, но при этом не будет вам приносить практически никакого результата. И если вы послушаете других спикеров, кто говорит про Facebook, они вам скажут то же самое. То есть, на самом деле, это такая опытом наработанная мудрость, потому что критабельность намного хуже, чем в ленте новостей, стоимость намного выше, чем в сети аудитории. В принципе, этот плейсмент самый бестолковый. А что касается остальных, лента новостей на компьютере, это самый дорогой плейсмент, самый конкурентный. Практически все там хотят размещаться, там низкой стоимости педики не будет никогда. И, мне кажется, конечно, многое зависит от тематики. В каких-то тематиках получше, в каких-то хуже, но в целом он самый дорогой. А лента новостей и мобильных устройств чуть дешевле, но тоже дорогая. Инстаграм чуть-чуть пониже по некоторым тематикам таким популярным в Инстаграме, как «Директ», «Здоровый образ жизни», там может быть сравнимо с лентой. Сеть аудитории это самое копеечное размещение, оно стоит просто просто прям копейки реально. То есть, если вы включаете несколько плейсментов, то, скорее всего, основной трафик у вас будет идти на сети аудитории. Но, если вы хотите размещаться именно в Фейсбуке и какие-то посторонние приложения вас не интересуют, то эту аудиторию лучше подключить. Учтите, что тогда цены на размещение значения взлетят. Собственно, слева вы должны подключить свою страницу. Это обязательно требование для запуска рекламной кампании. Если страницы у вас нет, то ее лучше создать. Пусть на ней не будет ничего, то есть, ну, буквально вы загрузите обложку, загрузите свой логотип и загрузите там что-нибудь один местный пост, что-нибудь и позже для вас на нашем сайте. Этого будет достаточно, чтобы запустить рекламную кампанию. Вам даже не надо вести эту группу, общаться там с людьми. В принципе, это не обязательно. Но если у вас уже есть группа, то это, конечно, будет удобно. Если нет, то такая у нас как созданная группа вполне подходит. Если у вас есть Инстаграм, вы можете подключить свой аккаунт в Инстаграме. Для этого в левой части вам понадобится ввести гимнепароль. А если у вас Инстаграма нет, то вы можете использовать текущую страницу в Facebook. Но в этом случае при показе на Инстаграме название странички будет не кликабельным. То есть люди из Инстаграма не смогут перейти на вашу страницу в Facebook и смогут только перейти на ваш сайт. В принципе, это тоже неплохо. Ниже мы пишем заголовок, текст объявления, все те вещи, которые мы уже с вами проделали в виде сетях. Ну и, собственно говоря, дальше вещь про ставки. То, что я уже говорила по поводу контакта, по поводу Май Таргета, по такой тоже общественной возрасте, по собственному опыту могу сказать, что рекомендуемая ставка, которую вам рекомендует Facebook, учитывает сетяр в районе 0,07%. Это очень маленький сетяр для Facebook и поэтому ставку он всегда рекомендует огромную. Многие даже пугаются, когда видят эти цифры, но это совершенно не значит, что вы не столько будете платить за свою рекламу. Как здесь написано, вы можете рекомендуемую ставку в 1 доллара превратить в 15 центов при правильном подходе. То есть не стоит пугаться, если вы видите такие страшные цифры, смело ставим либо автоматическую подборку ставок и Facebook вас не убедит, либо мы ставим вручную и ставим ту стоимость, которая будет в 3 раза ниже, чем рекомендуемая ставка. И видим такую ситуацию. Вот здесь, например, скриншот реальной рекламной кампании в первый день запуска рекламы. Видно, что у нас совсем мало кликов. 1, 2, 5, 6 и так далее. У нас очень низкий сетяр, мы видим, что при сетяре в 0,07%, наша ставка за клик составляет 45 рублей. Конечно, это очень много, это очень дорого, никто не будет по такой себе крепиться, поэтому мы просто оптимизируем кампанию и ждем, когда у нас наберется хороший сетяр. То есть, по такой стоимости мы получим буквально десяток кликов, после чего стоимость начнет снижаться. На второй день кампании мы видим уже совершенно другую ситуацию. Мы видим, как выросли наши сетяры, и мы видим, как, соответственно, снизилась стоимость за клик. То есть, вот такие цифры вполне реалистичны. Здесь, естественно, подключена сеть аудитории, где не было бы дороже, без нее было бы рублей 25 за клик, но с сетью аудитории можно добиться даже более низких цен, до рубля можно опуститься, тоже зависит от тематики. Ну и, соответственно, чем выше наш сетяр, тем будет ниже наша цена. Есть еще один важный показатель, который учитывает в фейсбук, это чистота. Показ этого показателя можно настроить в админке, там есть возможность фильтровать столбцы и отобразить только те столбцы, которые вам интересны. Ну, собственно, там доходит столбец «Частота» и смотрите, какая средняя частота у вашего баннера, то есть количество показов в баннерах пользователей. Оптимально, если это не больше пяти показов одного пользователя. Если вдруг вы видите, что у вас какая-то очень высокая частота, то есть несколько вариантов действий. Можно снизить дневной расход, то есть понизить дневной бюджет компании, можно снизить общий лимит компании в настройках аккаунта, можно поменять баннеры, ну, что, наверное, самое простое, или, ну, на крайний случай, исключить посетители сайта, то есть настроить антиретаргеты, то есть мы говорили, размещаем пиксель и делаем не включить аудиторию, а исключить аудиторию. Там есть у настройки такая позиция. В принципе, это все достаточно просто. Очень важная вещь с Фейсбуком. Каждой вашей рекламе, особенно если вы ее размещаете в ленте, пользователю можете ставить комментарий, прошу прощения, и не всегда это бывает хорошо. То есть если уж вы взялись за рекламу в Фейсбук, будьте добры, работайте с комментариями, потому что вы можете получить много негатива, вот здесь как раз видите, негатив для рекламы ненужности, и когда с этими комментариями не работают, производится очень плохое впечатление. То есть как бы эта реклама путешествует по сети и все видят то, что там есть множество комментариев, заходят почитать эти комментарии, видят, что комментарии не слишком хорошие, а клиент, то есть компания на это никак не реагирует, что тоже не очень хорошо сказывается на имиде. То есть отвечайте на все комментарии, работайте с негативом, потому что реклама в социальности в Facebook не более социальных, в отличие от всех остальных вариантов, которые мы сегодня обсуждали, которые напоминают может быть какое-то стандартное размещение в том же контенте или тех же баннеров на сайтах, то вот здесь, конечно, в полной мере вам придется общаться с пользователями, что может быть даже хорошо. Чтобы нам хорошо поанализировать результат, который мы получили в Facebook, я рекомендую использовать меню «Разбивка». Это в рекламном аккаунте справа внизу вы увидите эту кнопочку, которая здесь выбрена. Вы можете разбить представленные данные по доставке по действию или по времени. Все звучит очень непонятно, но на самом деле если вы подкаките эти категории, вы быстро поймете, что к чему. Например, мы можем разбивку сделать по полу и понять люди такого пола, какие клики совершают, по какой стоимости и с каким СТРом. СТР здесь, как и во всех случаях, является ключевым показателем. То есть, здесь мы видим, что СТР высокий, это хорошо. Если СТР низкий, это плохо, значит, надо с этим как-то поработать. Вот здесь мы, например, видим, что у нас как бы наиболее высокий СТР у объявлений для мужчин и, например, в первом случае тоже неплохие показатели именно по мужчинам до высокий СТР, но средняя ставка, конечно, то есть можно поработать еще с составочкой, но в целом как бы показатели неплохие. СТР, как вы видите, намного выше, чем ВКонтакте и намного выше, чем в Майтангете. Это специфика рекламы именно в Facebook. Если вы будете работать с сетей аудитории, СТР могут быть чуть ниже, потому что там речь идет о размещении в разных мобильных приложениях. Если вы работаете с лентой новостей, то здесь, конечно, будет СТР выше, потому что в СТР очень хорошо кликнет на рекламу, хорошо воспринимают, но, к сожалению, аудитории никак очень много. Мы можем разбить по плейсменту. Это то, о чем я говорила, и как мы видим, что практически всегда у нас будет очень разная стоимость в разных плейсментах и разная будет частота и совершенно разный СТР. То есть здесь, поскольку компания была направлена на сеть аудитории и в меньшей степени она показывалась в ленте и в Инстаграме, то мы видим, что, соответственно, лучшие результаты там, но при этом, как бы, несмотря даже на какую-то чистоту, например, в ленте новостей у нас так ничего в итоге не показалось. Я точно не помню, даже за какой пиле это было сделано, но могут быть такие ситуации. Если вам очень важно показываться во всех плейсментах в равном количестве, ну, хотя бы кликов, да, то вам лучше всего настраивать отдельные рекламные кампании, то есть все эти аудитории почти всегда будут у вас перевешивать. И это сделано Фейсбуком преднамеренно, поскольку они достаточно хорошо зарабатывают на это размещение, и я думаю, что если запускать все плейсменты одновременно, все эти аудитории потянут на себя больше половины графика. Ну, давайте вопросы по Фейсбуку. Здесь, как бы, может быть, не так подробно, но в то же время такая социальная сеть специфическая. Как учитываются затраты рекламодателей? Как списать затраты на расходы? Какие закрывающие документы предоставляются различными сетями? Собственно говоря, кроме Фейсбука и Твиттера, о котором мы сейчас поговорим, никаких никаких проблем с социальными сетями нет. То есть, как ВКонтакте, так и в Таргете вы можете зарегистрироваться в папир лицо, и получать все эти документы, какие нужны, то есть, там, акты, счета фактуры и так далее. Все это выгружается из интерфейса без проблем и распечатывается вами. Если нужны оригиналы, то всегда можно связаться с руководством сети, и вам все пришли. В случае с Фейсбуком, как я уже говорила, никакого официального сотрудничества с юрлицами в России нет, поэтому либо только работа через партнеров, либо работа, ну, так скажем, в серую, то есть, через какую-то карточку либо по итогу. В случае с Твиттером, здесь тоже речь идет про партнерскую компанию, потому что официально Твиттер в России вообще не работает, то есть, даже с физическими лицами, даже с участниками, то здесь только, конечно, какая-то работа с партнерской. Как таргетируется по времени дневной охват в разных часов, в пульсах при компании на разные регионы решили. Практически во всех социальных сетях есть такая настройка, либо она идет по умолчанию, что у нас всегда рекламная компания учитывает тот часовый пульс, в котором она показывается. Соответственно, если дополнительно это нигде не обговорено, по умолчанию всегда так. То есть, если вы включаете рекламу на всю Россию, говорите, что идите с 10 утра до 6 вечера, то этот промежуток будет учитан для каждого часового пульса. То есть, с 10 утра до 6 вечера в Владивостоке, и с 10 утра до 6 вечера в Москве. Соответственно, ну, по факту деньги у вас будут уходить круглосуточно со счета, поскольку у нас очень большой разброс по часам. Так. Про канву не поняла вопросов это или нет. Ну, если вопрос, то напишите, пожалуйста, подробнее. Канва, насколько я знаю, такая небольшая программка онлайн, которая позволяет нам создавать красивые картинки для Фейсбука и так далее. Ну, создавать помощь у меня баннер наверное не стоит, хотя можно попробовать. Давайте в завершающую часть вебинара прям буквально пару слов о рекламе в Твиттер, поскольку, как я уже сказала, в России официально не представлены. Твиттер почему-то не, ну, как-то не развивается на Россию. Они работают через своего партнера. Это компания Штипипу. Здесь вот я поставила логотик. Они работают в России и в других странах. Есть минимальный бюджет на одного клиента 300 тысяч рублей в месяц. Меньше этой суммы, к сожалению, работать не получится. Они предоставят вам все закрывающие документы, все, что нужно, но только если выполнить вот это минимальное финансовое требование. То есть попробовать рекламу на 10-20 тысяч, как это можно другими социальными сетями, здесь не получится. Самостоятельно настроить рекламу в Твиттере вы можете на любую страну, включать Белоруссию, Украину, кроме России. Ну, и есть некоторые специфические вещи по Твиттеру, которые, опять же, свойственны только этой социальной сети. Конечно же, там классические созданные таргетинги. Там есть таргетинг по мобильным операторам. Причем, если мы размещаемся на Россию через партнеров, то, конечно же, все эти таргетинги учитывают российских операторов. А таргетинг на Россию предполагает таргетинг на Россию полностью. То есть, Твиттер представляет нашу страну как один большой регион и не считает нужным выделять отдельно Москву, там, Дальний Восток, Сибирь или еще что-то. То есть, в принципе, наверное, так им кажется, что наша страна не нужна в таком-то подробном региональном делении. Вот. Соответственно, мы не можем таргетироваться на отдельные города. Но мы можем использовать какие-то геозависимые аккаунты, на чьи аудиторию мы будем таргетироваться, или ключевые слова. То есть, например, у нас был опыт, мы запускали компанию по недвижимости, как раз нам была аудитория из Москвы и Подмосковья, и мы использовали геозависимые аккаунты, например, мэра Москвы, правительство Москвы и так далее, правительство Подмосковья, там искали по словам Москва, Подмосковье, название парков, все, что может быть связано с географией, чтобы хоть как-то выверить ту аудиторию, которая интересует географией, и понять, что она действительно находится в Москве. Но, в принципе, логики прослеживаются, то есть, вряд ли человек из Питера будет интересоваться, например, жизнью парка Сокольники, но все равно, так или иначе, таргетинг достаточно размытый. Соответственно, таргетинг по ключевым словам мы можем выбрать абсолютно любые слова, то есть, если нас интересуют какие-то тренды, там, скажем, Евровидение или еще что-то, то мы можем указать по списке ключевых слов и выбрать тех пользователей, которые походят у своих видео. Соответственно, классический таргетинг по интересам, таргетинг по телезрителям, которые тоже не работают в России, но работают в Европе и в США. Поведенческий таргетинг не работает в России, как раз учитывая поведение в интернете, то есть, в самой Куки и так далее, и даже вне интернета, то, что Twitter может отслеживать по геометкам, все это, к сожалению, у нас не доступно. Ну и опять же, мы можем грузить собственные списки таких-то имейлов, неких пользователей, если мы их собрали вручную, потому что парсинги здесь не работают, может быть, списки мобильных телефонов или ID мобильных пользователей для айфонов на андроиде. Ну, плюс классический ретаргетинг здесь работает, есть проблема. Если мы все-таки решили запускать рекламу в Твиттере, как положено, на аудиторию из Украины или Белоруссии, то мы можем использовать эту ссылочку это.pviter.com зайти туда, можно из своего аккаунта, выбрав рекламу в Твиттере, вот видите, там внизу выделенный ссылочек. Ну и, собственно, там мы попадем в классический рекламный аккаунт. О, почему-то здесь нету других слайдов. Так. У меня куда-то пропали слайды, хотя они совершенно точно здесь есть. Я не знаю, может быть, получится подгрузить окончание на этой реализации. Спасибо. 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 Если что, у меня презентация открыта, я могу ее как-нибудь сюда залить. Я, к сожалению, не знала, что нельзя там больше ста, скажем. Ну, понятно, да, жаль. Может быть, как-то могу расшарить свой рабочий стол, чтобы показать. Видите, я просто вижу, есть настройка «Показать рабочий стол», но у меня, в принципе, открытенности и рабочий стол. Хорошо, ну давайте поднимем загрузку. Спасибо. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... 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 или на похожих страницах, ну и соответственно мы можем как-то еще ограничить таргетинг, подключить те самые телевые аудитории или исключить какие-то типы поведения. Тоже, к сожалению, не все это может быть актуально даже для стран СМД, но если речь идет про Европу и США, то смело можно этим пользоваться. Ну и соответственно про Твиттер, поскольку сказать особо нечего, эффективность мы замеряли, в Твиттере какие есть основные проблемы. Во-первых, очень высокая стоимость клика, которую дает что партнер, что сама система рекомендует, но при этом на самом деле есть возможность путиться по адекватности на клик, то есть такой же примерно как в Фейсбуке, то есть там, скажем, от 10 до 30 рублей клик получается вполне реалистично по Москве, по вот этим самым ключевым словам и так далее. Но сама система, в том числе наши партнеры, рекомендует ставить стоимость клика от 100 рублей, а иногда даже от 400, но это процесс, честно говоря, меня просто шокирует, то есть никогда в жизни не идти киберных кликов, особенно с учетом такой, прямо скажем, не самой лучшей целевой аудитории. Ну то есть как бы, если вы видите такие цифры в настройках, ну не ориентируйтесь на них, ставьте свои цифры и, как правило, система будет крутить рекламу и будет получать результат, даже несмотря на то, что ваши цифры намного ниже, чем прогнозатор вам рекомендует. Что еще хочется сказать про кликер? За счет того, что аудитория маленькая, то кликов денег получается довольно мало, но на самом деле там есть жилые люди, и поскольку мы в первой части презентации как раз рассказывали про то, что там довольно много мужчин, то может быть там будут, ну как раз, может быть, не столько предприниматели, сколько какие-то мужчины с достаточно высоким доходом, может быть, те, кто не очень любят читать много информации, любят просматривать заголовки, короткие твитры, потому что для многих твиттер это не, ну как бы, не такой сервис микроблогов, где он считает, что кто-то пообегал, кто-то там лег спать, а это именно как краткие заголовки новостей, потому что пользователь может быть подписан на какие-то новостные страницы, на какие-то профессиональные страницы, и просто видеть информацию короткие новостей, что экономит ему время. То есть рассматривать этот твиттер с разных сторон, не только как социальные щиты, но и как источник новостей, например. Ну, собственно говоря, очень надеюсь, что когда-нибудь твиттер придет в Россию в полной мере, и мы сможем там размещать рекламу хотя бы так же, как в фейсбуке. А сейчас, если вы не работаете через официального партнера, то вы точно так же можете перегрузить свою карточку. То же самое, что и в фейсбуке, только без особых предвиденных лимитов. Ваша компания запустится в 40, когда твиттер убедится в том, что карта работоспособна. Он спишет с ними доллар или рубль, вернет его обратно, но как бы без карточки реклама не заработает. Если вы через партнера, то, как я уже говорила, минимум 300 тысяч на одного кредита. Ну и в завершении моего вебинара пару слов про эффективность рекламы в социальных сетях. Вообще реклама в социальных сетях достаточно эффективна. Мы с коллегами уже довольно долго и довольно успешно получаем оттуда множество разных лидов, получаем оттуда активные заявки, получаем оттуда действительно лучших покупателей потенциальных. И эти люди хорошо себя проявляют. Но, как правило, у нас в интернете все всегда сравнивается с контекстом, как с ней более эффективно видим рекламу. Конечно же, реклама в социальных сетях не может быть настолько же эффективна, как контекст, просто потому что у нее другое устройство. Что такое контекстная реклама? Пользователь набирает запрос, он уже заинтересован в этом товаре или в суде, он его ищет. Соответственно, естественно, короче, путь от желания к покупке, короче, путь поиска и меньше сомнений. Когда мы работаем с социальными сетями, мы всегда имеем дело с еще не сформированным спросом. То есть мы пытаемся найти человека на этапе зарождения, на не сильном этапе его интереса. И всегда путь наш до покупки, до коллектива его действия будет длиннее. Но за счет того, что реклама в социальных сетях дешевле, чем контекст, там нет такая бешеная конкуренция, там нет особых ограничений по всяким высокочастотникам и прочим штукам, мы можем набрать гораздо больше аудитории, с которой мы можем работать далее. Мы можем сохранить ее в шейфе, таргетинговых кодах. Мы можем работать с ней довольно долго, если мы будем постоянно привлекать ее на сайт. Может быть, с какими-то дополнительными скидками, какими-то акциями, еще чем-то. И в любом случае эта аудитория может быть сохранена как в наших группах, если мы хотим ее подписать на группу, так и просто, ну, например, подписаться на наши рассылки или еще какие-то вещи. То есть мы можем гораздо шире с ней работать, даже несмотря на то, что она пока еще не совершила целевых действий. В качестве примера эффективности для сегмента B2C у меня есть такой небольшой кейс. Это выдержка из Яндекс.Метрики. Это, конечно, не совсем актуальная для вас тема, но, тем не менее, это интернет-магазин, который продает бижутерию. Ну, то есть, если речь или про финансовые услуги в сегменте B2C, то, как бы, можно примерно соотносить эти цифры, хотя, конечно, нельзя сравнить с педитом или предвидной картой B2C, но, тем не менее. Здесь мы видим, что есть разные формы конверсии. То есть у нас есть конверсия в практически 1%, когда идет посещение магазина и переход в корзину. То есть человек чем-то заинтересовался, положил товар в корзину и затем оформил этот заказ, то есть купил. Соответственно, у нас здесь, видите, 1%. Интересуются, когда он в корзину, 35% из них оформляет заказ. Это очень хорошие цифры, и весь этот трафик ушел с Фейсбука. Если мы сравним эти цифры с Директом, мы видим, что, во-первых, конечно же, у нас будет выше процент тех, кто делал заказ. У нас будет, может быть, чуть ниже конверсия от посещения корзины, но это чисто случайностью здесь, как бы, закономерности нет. Но, естественно, у нас будет больше заказов с Директа всегда. Просто потому, что люди заинтересованы. Но при этом реклама в социальных сетях всегда может вам составить хорошую службу, как поддержка контекста или как альтернативный канал, когда в контексте вы уже практически со всем поработали, выжили от того, что можно, или просто не хотите тратить на это слишком много денег. Собственно говоря, тогда социальные сети дают вам хорошую поддержку. Видно, что эти цифры сопоставимы, и по деньгам размещение в социальных сетях было дешевле, чем в Директе. Соответственно, эти 13 заказов по стоимости за один заказ примерно равнялись заказам из Директа. По другим нашим клиентам есть ситуации, когда стоимость льда, например, из контекста намного выше, но в пересчете на конечный договор, например, или на количество заключенных договоров, данные равняются. То есть, в принципе, как источник эффективного трафика социальные сети, я бы поставила на второе место после контекста. Важно просто понимать, что из контекста очень нужно грамотно работать, чтобы неслить там слишком много денег. Но я надеюсь, что мой вебинар поможет вам правильно работать с социальными сетями, потому что, в принципе, так все достаточно просто. Ну и если вдруг у вас есть какие-то вопросы, они остались, почти наверняка не все успею задать здесь. Я рекомендую вам связываться со мной. Здесь есть моя почта, здесь есть мой Facebook. В Facebook я нахожусь практически всегда. То есть, вы можете писать туда. Надеюсь, что ваше письмо не выпадет в самую страшную папку, куда попадают письма от незнакомцев. Но, тем не менее, плюс у меня всегда можно идти на рабочем месте. Ну или в каких-то других соцсетях, хотя Facebook я думаю чаще всего. Спасибо вам большое за внимание. На этом мой вебинар закончился. Спасибо.